Hello everyone. Давайте повторим всё, что мы делали с вами на уроке и сделаем домашнее задание. Let's start. Мы с вами выучили два способа чтения буквы A. Давайте вспомним это правило. Эй, 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 эй. Звук Эй. Она открытая, она гуляет. Эй, 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 эй. А. Помните, широко рот открываем? А. Вот так пишется звук А. Все произнесли его ещё раз. А. И это слово читается АД. Эй. Два звука. Эй, 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 эй. И мы с вами сделали вот такое упражнение. Мы поставили слова в два столбика. Давайте ещё раз вспомним правило. Буква И. Она не читается. Она на себя берёт букву М. И говорит, ты открыта, читайся, как в алфавите. Эй. А она читаться не будет, потому что она занята буквой М. Итак, давайте прочитаем. Name. Конечно же, в первый столбик звук Эй. Читайте раньше, чем я. Cake. Flag. Баг. Лит. Ламп. Баг. Table. Grandma. А вот тут давайте вспомним правило. Это слово состоит из двух слогов. Бэй. Бэй. И первый слог открытый. Именно поэтому буква читается, как звук Эй. Давайте поставим его в правильный столбик. Бэйби. Здесь тоже два слога. Но посмотрите. Буква Эй, она закрыта буквой Н. Поэтому читаться будет как А. Давайте поставим её в правильный столбик. Нани. Now, open your exercise books. Page 28. 28. Exercise 11. Распредели слова по столбикам в зависимости от правил чтения подчеркнутых букв. И прочти слова. Вот эти вот слова нам нужно поставить в два столбика. Либо звук Эй, либо звук А. Всё, как мы делали на уроке и только что в видео. А затем прочитать вот эти слова на оценку. Ну, как вы понимаете, я всё усложню. Я сделаю вот так. И попрошу вас прочитать опять вот эти вот слова. И если вы мне прочитаете, я поставлю пять. И теперь давайте вспомним, что ещё мы делали с вами на уроке. Open your books. Page 28. Exercise 2. 28-я страница, если кто-то не понял. Упражнение 2. Мы с вами говорили от имени вот этой девочки о её семье. Она рассказывала, кто это такие. Давайте посмотрим на первую картинку и прочитаем образец. Теперь мы будем от её имени говорить про её маму, папу и других членов семьи. Давайте я вам сделаю небольшую подсказку. Вот в этом вот предложении мы будем менять вот это слово. big sister, это же не старшая сестра, это же мама будет, это папа. То есть это слово мы заменим на другое. А здесь, вот в этом предложении, мы поменяем само имя, потому что их по-другому зовут, а не Karen. И, наверное, возможно, поменяем вот это вот местоимение притяжательное. Здесь написано её имя. Но когда вы будете говорить про папу, вы же не скажете её имя, вы же скажете его имя. Значит, здесь мы будем менять вот эти два слова. Ну, а теперь старайтесь говорить быстрее, чем я в видео, а потом сравнивайте с моим ответом. Скажи быстрее, чем я. This is my mom. Her name is Stella. Мы поставили местоимение his, потому что его имя. Так, продолжаем. Скажи быстрее, чем я. Мы поставили местоимение her, потому что её имя. Продолжаем. Скажи быстрее, чем я. Скажи быстрее, чем я. Я. This is my little brother. His name is Simon. Little brother. Младший брат. Мы поставили местоимение his, потому что его имя. Скажи быстрее, чем я. Саймон. Скажи быстрее, чем я. This is my fish. It's name is Bubbles. Вот здесь можно было поставить не fish, кто-то мог поставить слово pet, питомец. Мы поставили местоимение its, потому что рыбка это не человек. Вспоминайте. Вспоминайте. Если мы говорим не про человека, то его либо её по-английски будет its. Её имя Bubbles. Вот такое упражнение мы сделали в классе. Ну и прежде чем сделать домашнее упражнение, а именно по притяжательным местоимениям, давайте сначала их вспомним ещё раз. Моё мороженое, говорит он. Айскрим – это мороженое, напоминаю вам. Я надеюсь, ты сидишь и повторяешь вместе со мной, либо после меня, но обязательно повторяй. Вот такие притяжательные местоимения нам сейчас понадобятся для домашнего упражнения. Open your exercise books, page 27, 27, 27-я страничка. Exercise 8, упражнение 8. Переведи на английский язык эти выражения. Например, в образце написано «Её сестра». Мы взяли притяжательное местоимение «her» и добавили слово «сестра». А теперь напишите вот здесь на английском данные выражения. Например, «их дом». Ну давайте я вам дом подскажу, как будет это слово «house», потому что мы это слово давно с вами не встречали. И слово «сад» подскажу. «Сад» – это «garden». Остальные слова я вам подсказывать не буду, потому что мы их изучали недавно. Где можно подсмотреть? Можно подсмотреть в учебнике, можно подсмотреть в тетрадке. Работайте. Жду нашей встречи на следующем уроке. Goodbye.